Всем привет! Сегодня мы с вами говорим об игре сборной Швеции со сборной России, которая проходила в Стокгольме в рамках чешского хоккейного евро-тура. И немножко об игре. Граунность была равная, но одна из команд все-таки одержала победу. И тут надо отметить, что в нашей сборной, скорее всего, была тактика построена на то, чтобы прощупать сборную Швецию, так как нам с ними играть первую игру 5 мая на чемпионате мира по хоккею 2017 года с шайбой. Как проявит себя состав, свою сыгранность среди игроков, которые включены в сборную России. Хочется отметить то, что Мазякин в большей мере тащил игру, потому что он создавал больше голевых моментов. Тем самым было забито 3 шайбы в створ ворот сборной Швеции. Первый гол получился, не сказать, что случайным, потому что Мазякин отдавал пас Ткачеву, но шайба угодила в конек защитника сборной Швеции и отскочила в ворота вратаря Лак сборной Швеции. Вторая шайба же у нас была реализована Антипиным. С длинной передачей Мазякина на Ткачеву, Ткачев Антипину и Антипин забивает гол. Самая красивая шайба у нас от Мазякина и Ткачева, это когда они разыграли комбинацию. Когда Мазякин отдал пас Ткачеву, Ткачев увидел у Мазякина то, что он открыт. Передает ему обратный пас и Мазякин забивает третий гол в ворота сборной Швеции. Надо сказать, что шведы играли в более плотный хоккей на коротких пасах. Наши же делали более длинные пасы и реализовывали быстрые контратаки. Было много удалений. В каких-то у нас команда реализовала свои голы, в каких-то нет. Когда наши были в большинстве, то шведы всячески пытались выбросить шайбу из своих зон. Затем атаковали наши ворота. Наши же держались молодцом. Не так часто им удавалось это сделать, реализовать. Но и шведы не остались без голов. Первый гол у них забил Линхольм. Находясь рядом с Андреем Васильевским, он поменял направление шайбы буквально перед его ловушкой. Тем самым забив гол в наши ворота. И когда наш игрок сборной России Миронов получил удаление в борьбе у наших ворот с нападающими сборной Швеции. И когда наши остались в меньшинстве, тут забивает игрок сборной Швеции Джон Клинберг в наши ворота. И счет становится 2-3. И когда Телегин у нас тоже зарабатывает штраф на 23-м номере за атаку игрока, не владеющего шайбой. Шведы же остаются опять у нас в большинстве. И Виктор Раск сравнивает счет 3-3. Заканчивается третий период у нас с ничей. Начинается овертайм. Ландескок с обратной стороны крюка поднял шайбу. И в верхний дальний левый угол. Забивает четвертую шайбу ворота сборной России. И вот так вот, друзья, у нас заканчивается встреча со сборной Швеции. Мы проиграли в итоге. А с другой стороны, Евротур у нас уже выигран досрочно. Я так думаю, то что тактика была основана на том, посмотреть на сыгранность нашей команды, на силы команды шведов. У тебя у шведов было много силовых приемов против игроков сборной России. Я думаю, с тем расчетом, чтобы травмировать нынешних игроков. Ведь после сезона КХЛ у нас и так много игроков, которые были заявлены в сборную России, к сожалению, из-за травмы не смогли сыграть в составе сборной. И закончу свое видео на хорошие, радостные новости. Ведь у нас же, помимо еще Евротура, идет Кубок Алроса. И наша Олимпийская сборная России одолела сборную Норвегии, разорвав их клочья, разгромив со счетом 8-2. Молодцы, ребята. С этим я поздравляю всех. Вы были со мной, смотрели меня. Спасибо, ребята. Всем большущего здоровья. Всем море позитива. Смотрим хоккей и болеем вместе. Всем пока.